Чувствуете вот это вот? Что-то очень страшное. Хала всем, с вами Фокс Нео. И если вы здесь не впервые, то вы знаете, что я люблю смотреть всякую страшную дичь. Страшные фотки, страшные картинки, страшные видео, страшные анимации, страшные игры. Вот по всему этому говну можете ко мне на канал приходить. И да, кстати, если вы тут впервые, то подписывайтесь давай, тут много чего интересного. Но сегодня я решил сделать крайне необычное видео, в котором мы просто возьмем и посмотрим страху в глаза. В прямом смысле этого слова. Мы будем смотреть на рисунки страхов. И если один из страхов для тебя окажется жизой, то обязательно поставь лайк. Посмотрим, сколько жизненных страхов будет в этом видосике. И начать я решил с самых милых страхов. Со страхов нашего детства. Я специально нашел рисуночки, которые их визуализируют. И вот первый страх. Когда ночью бежишь из туалета и радуешься, что один монстр не успел тебя съесть. И хочу вам рассказать интересный факт. Очень многие взрослые тоже боятся, что если они ночью недостаточно быстро будут бегать в туалет, то их кто-нибудь сожрет. Мне кажется, этот страх повсеместен. Нет такого, что тебе исполняется 20 и ты такой... А... Чё, теперь я понимаю, что монстров нет? Не-не-не-не-не. Просто после определенного возраста ты идешь ночью в туалет и понимаешь, что... Ах, хотите сожрать, сожрите. Мне уже насрать. Мне-мне лень бегать. Суставы болят. Мне уже 20. Не молодой, понимаете? Второй страх. Когда случайно проглотив косточку, думаешь только об одном. А вдруг она прорастет? Вдруг я сожру косточку от арбуза? И потом во мне прорастет арбуз. Меня будут оперировать. И мой ребенок... Это будет арбуз. Господи, какой кошмар. Мама, я умру. Мама. Ну, вы поняли, да. Я, кстати говоря, в детстве этого не боялся. Почему-то мой мозг очень рано дошел до мысли, что косточки можно жрать, но просто не нужно. Страх номер три. Когда мама поставила тебя в очередь, а сама ушла в соседний отдел, а очередь все ближе, а мамы все нет. И ты стоишь, и эти взрослые со всех сторон смотрят на тебя. Они думают, как же эта шмакодявка будет расплачиваться. Ее мама ушла и кинула ее, да. Ты просто в панике стоишь, у тебя уже десятый пот сходит. Ты думаешь, мама, мама, за что ты предала меня, мать, мать, ну что ж такое-то. И тут в последнюю секунду она выруливается каким-нибудь пакетиком, который можно было, не знаю, за полторы секунды достать. В общем, на самом-то деле, жеза. Следующий страх. Когда во время купания кажется, что вот-вот из крана или слива вынернет кто-то зубастый, схватит тебя чего? У кого-то действительно был такой страх? Ребят, напишите в комменты, кто действительно боялся этого. Потому что мне кажется, что это какой-то надуманный страх. У меня никогда не было мысли, что кто-то откуда там в ванной выскочит. Скорее я буду сидеть и купаться в ванной, и в дверь какой-то маньяк просто вломится с топором и порежет меня в этой самой ванной. Вот этого я боялся. А каких-то монстров, которые вынырнуты слива? Не-е-е. Ну и еще один жизненный страх в копилочку. Когда понимаешь, что бабайка-то все-таки существует, а? Вот кто это дерьмище видел? Вот я вроде уже не ребенок, а я этого дерьма боюсь похлеще любых страшных анимаций. Вот серьезно. Я не понимаю, как можно было вот это вот дерьмо создать. Это же ходячий скример, который причем показывался постоянно. Он перед какими-то фильмами или мультфильмами показывался. И ты просто каждый раз, когда слышишь этот бум, просто под стол куда-нибудь прятаться. Это что, это война началась? Нет, это просто по телеку телекомпания вид представляет очередной фильм. А ты уже все, уже поздно. Уже штаны коричневые. Ты уже обосрался, понимаете? Да, что-то я малость переборщил. Продолжим. И дальше мы будем смотреть уже на более страшные страхи? Фобии. Да. Вы же не думали, что на моем канале я буду вам целый видос показывать что-то миленькое и прикольное? Нет, 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 нет. Сейчас мы посмотрим на рисунки художника Шона Коса. А он в крайне криповой форме изображал наши фобии и страхи. Вот, к примеру, вот так он изобразил клаустрофобию. И вот на самом деле она примерно так и ощущается. Очень четко он передал это ощущение, когда ты попадаешь в какое-то замкнутое пространство, даже не пространство, а вот я не знаю, как это описать даже. Вот он это изобразил, а у меня слов недостаточно для описания этого. Но рисунок очень и очень крутой. И таких рисунков очень и очень много. Вот, к примеру, еще один. А, та, за, горофобия. А, господи, что за заклинание такое? Боязнь быть забытым или проигнорированным. Вот так вот он ее нарисовал. И вот это уже немножко странно, потому что есть такая фобия, во-первых, а во-вторых, она действительно вот так ощущается. Это какой-то слишком глубокий рисунок, я считаю, но он очень крутой. И есть ли у кого-нибудь из вас это, а, та, за, горофобия, а? Если есть, напишите об этом в комменты. И вообще, можете писать о своих фобиях в комменты, будем делиться и сближаться с вами. Но, видимо, этот рисунок отражает то самое ощущение, когда ты что-то сказал, тебя не услышали, и ты просто стоишь, и тебе супер неловко, и ты такой, ну, блин. Ну, я же говорил, почему, почему вы меня не слышите? Или вот еще один страх. Трипанофобия, боязнь уколов, инъекций и шприцов. И должен признаться, у меня эта фобия есть. Вот, серьезно, я скорее себе что-нибудь отрублю, чем дам в себя что-нибудь воткнуть остро и что-нибудь ввести. Да, это же просто кошмар, какие непередаваемо неприятные ощущения, когда тебе делают укол. Вот я готов что угодно перетерпеть, только не укол. Я готов сожрать какую-нибудь таблетку, которая вызовет 300 побочек, но уколу нет. Нет, 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 еще раз, нет. А рисунок очень-очень крутой, хотя он не сильно отражает эту фобию. Скорее, там должен быть какой-нибудь чупакабрик, который, я не знаю, с мечом и щитом стоит, и перед ним огромный, я не знаю, доктор с этим огромным уколом, и он такой, давай, бастяра, давай поборемся, да, давай, попробуй воткнуть мне в жопу шприц, я тебе свой меч в жопу воткну. Вау, а вот это круто, хронофобия, боязнь времени. И вот мне интересно, а как можно бояться времени? Мне кажется, тут не совсем корректный перевод. Я думаю, это боязнь того, что у тебя рано или поздно закончится время, что время утекает, а ты что-то не успеваешь сделать, что вот-вот ты умрешь. Вот я сейчас записываю видео, и мои часики, которые я снял, они тикают. Вот с каждой секундой я приближаюсь к своему концу, и это ужасное ощущение, я не хочу на нем зацикливаться. Рисунок крутой, но нам нужно спешить. И вот это уже жизненный страх для всех. Арахнофобия, боязнь пауков. И о май гад, вот здесь он четко вот это вот показал. И вот даже маленький вот этот вот паучок, вот такой вот, ощущается вот так вот, что ты только задом к нему повернешься, и он его набросится. Просто своими мохнатыми лапками будет тебя трогать, обвивать паутины и сожрет тебя, или укусит тебя, а ты потом просто в припадке помрешь. В общем, пауки, это очень-очень страшно, особенно большие пауки, такие как тарантулы, они вообще... Кошмар просто. Следующий страх. Никтофобия, страх темноты. Так вот, как это называется. Никтофобия. Вот этот страх есть у очень и очень многих. И вот примерно так эти люди себя чувствуют. Вот у меня, если честно, страха темноты никогда не было, потому что... Не знаю почему, но рисунок очень крутой, и на самом деле действительно, когда ты входишь вот прям в супер темное помещение, особенно ночью, и особенно после чего-то страшного, к примеру, после просмотра страшных анимаций, вот это вот ощущение, что тьма тебя поглощает, и что там вот что угодно может быть, что какая-нибудь рука из тьмы просто сейчас вылетится, хватит тебя и затащит в тьму, вот это ощущение передано очень и очень круто. Ну или вот еще одна интересная фобия, которая есть у многих. Колорофобия. Боязнь клоунов. И мне кажется, вот эта вот фобия начала развиваться в основном после выхода фильма Оно. Вот даже здесь немножечко ощущается этот Пеннивайз, ощущается, что он в шариках хранит души людей, он просто ходит, смеется и собирает души людей. И почему клоуны вообще стали такими популярными в последнее время? Пеннивайз, Джокер, комментаторы, которые пишут, что ты скатился. Да, клоунов в последнее время очень и очень много стало. Но вот это вот, вот это не клоун, это какой-то чертов мракобес. Если бы я увидел такого клоуна вживую, я бы через секунд пять сверкал пятками в пяти километрах от него. О, вот этот вот рисунок очень и очень мерзкий. Знаете, он такой трипофобный. И это у нас скопофобия. Навязчивый страх оказаться смешным и боязнь того, что человека пристально рассматривают. И мне кажется, что эти глаза должны летать вокруг него и смотреть на него, а не быть в нем. Это скорее трипофобия какая-то. И я думаю, что этот страх есть у многих, но в разных формах. Кто-то очень сильно боится оказаться смешным или неловким. А кто-то снимает видео о том, какой он неловкий. Да, и такое бывает. Ну а сейчас будет очень и очень неожиданная фобия. И Ютоп, Ютоп, тихо, успокойся. Сейчас не будет ничего запрещенного. Все нормально. Это фобия такая, Ютуб. Называется она херофобия. Да, звучит странно, но это боязнь веселья. И вот как ее изобразил автор. Это тоже набивает что-то клоунское. Чувствуете вот это вот? Что-то очень страшное. И мне кажется, что эта фобия тоже как-то связана с прошлой фобией о том, что ты боишься оказаться смешным. Потому что многие люди боятся веселиться, потому что боятся, что их просто обсмеют, что это будет неуместно и так далее. А сам рисунок у меня вызывает какие-то неприятные ощущения и некий диссонанс на самом-то деле. Хотя этот рисунок можно понять. Этот персонаж, видимо, очень сильно боится веселья, но ему приходится натягивать эту улыбку, чтобы быть обычным и таким, как все. Но по глазам видно, что ему неприятно. Его прям корчит всего от того, что он пытается веселиться и быть смешным. И, ого, существует эйсоптрафобия, боязнь зеркал и страх увидеть собственное отражение в них. То есть, действительно, существуют люди, которые боятся смотреть в зеркала и боятся увидеть в зеркале себя? Вот это, если честно, довольно необычная, я думаю, что очень и очень редкая фобия. И показана она, кстати говоря, очень и очень круто. Вот мне интересно, чего именно боятся увидеть люди в зеркале? Они же не просто так боятся зеркал, потому что, ну, зеркала сами по себе вроде как не страшные, хотя для них, возможно, страшные. Ведь для кого-то пауки не страшные, для кого-то пауки это просто, ну, милая мохнатая зверушка. Она даже по факту не мохнатая, но милая же. Что-то там ползает, кряхтит, вьет паутинку, ест всяких насекомых, которых мы не любим. А мы думаем, что это просто порождение сатаны. Возможно, кто-то также думает о зеркалах. Он просто идет по улице, а на улице ведь много отражающих поверхностей. И он просто идет все время на шухере, что вдруг в очередном магазине будет стоять зеркало. И он увидит в этом зеркале себя. А-а-а, возможно, это вообще страх, связанный с комплексом. Ты боишься увидеть себя, потому что ты, эм... Впрочем, неважно. И, о-май-гад, вот это вот неприятная штучка. Аута-матонофобия. И, бог мой, кто придумывает название для фобий? Увольте его, пожалуйста, язык просто сломаешь. Вот серьезно, попробуйте это произнести. А-а-у-та-ма-то-но-фобия. А-а-у-та-матонофобия. Что, блин? Страх перед восковыми куклами, манекенами и другими муляжами человека. Вот так он это изобразил. Но мне кажется, это можно было изобразить другим образом. К примеру, изобразить крипового манекена в магазине. Вы ведь все видели вот этих вот криповых манекенов, которые просто неуместно где-нибудь в магазине одежды стоят, и ты просто проходишь мимо него, на секунду думаешь, что это настоящий человек, потом резко такой, ах, 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 господи, а это всего лишь манекен, а он еще с каким-то лицом странным, как будто смотрит тебе в душу, вот что-то подобное надо было изобразить. А здесь автор изобразил некого манекена, который вот так вот ходит и преследует себя. А кто-то дергает за ниточки, да? И ты, возможно, сегодня будешь лежать в кровати, и где-то этот манекен такой, да нет, не будет такого, забей. Ну и последний страх, который мы сегодня рассмотрим, это трипофобия, боязнь скопления небольших отверстий, вот о ней мы сегодня и говорили. И вот это вот на самом деле не так уж и трипофобно, вот если бы у него в руках были вот эти вот отверстия, или в лице побольше отверстий, то это было бы крипово, а сейчас это не особо-то и крипово. Вот здесь автор не очень-то справился с задачей показать что-то трипофобное, потому что если вы загуглите трипофобию, вот вы увидите там что-то очень страшное. А здесь это скорее похоже на обезьянку, в которую пару раз выстрелили из дробовика. Вот примерно так я это все и вижу. Ну что ж, ребят, на самом деле существует еще много различных рисунков фобии, если вы хотите увидеть их все, то давайте соберем под этим роликом как можно больше лайкосиков и подписочек. Зовите друзей, показывайте им это видео, делитесь страхами, потому что бояться это совершенно нормально. Ну и не позволяйте вашим страхам взять над вами верх. Ну а с вами сегодня был Фокс Нео, и надеюсь, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok